всем привет вы на канале заброшенная прибалтика полгода назад я нашел брошенный дом внутри него был конверт с документами рассказавшими мне всю его историю поменялось ли что-то здесь за последние полгода приятного просмотра заметил заброшенный дом прямо у дороги внутри я уже был там конечно вещи все разбросаны уже но все-таки решил его показать вам кладовка похоже тут такая небольшая что интересно многие вещи несмотря на бардак все равно висят на местах ухты счеты висят на стенке заброшен дом был почти 20 лет назад если судить по вот этому календарю похоже календарь православной хлебница интересная какой-то интересный значок такие еще не встречал надо будет посмотреть то есть посуд это понятно рижского производства но именно на тех чашках немножко другой значок он отличается от тех которые я вижу обычно на посуде тут похоже жилая комната конечно да кто-то тут явно искал рылся видно мародеры искали ценные вещи журнал наука и жизнь телевизор рекорд швейную машинку саму похоже утащили уже но зато вот осталось такое трюмо красиво очень письма отправленная в петербург шурик здравствуй но я решил приехать к вам уже купил билет на сыктывкар через ленинград буду у вас ленинграде 2 ноября я думаю что встретишь шурик сегодня пошлю тебе ящик яблок посылку до встречи в ленинграде папа кстати бритва харьков раньше мне кажется они были чуть ли не в каждом доме maneuver на м 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 чемодан возможно тот самый с которым житель этого дома собирался ехать в ленинград и телевизор taurus литовский дорогие друзья хочу напомнить вам что помимо канала на ю тубе у нас также есть группа во вконтакте там вы увидите много красивых фотографий с интересных заброшенных мест ссылка будет в описании что ж я думаю многие узнают это место прошлым летом я здесь был и это тот самый дом где я нашел пакет с документами которые рассказывали буквально всю историю жителей этого дома начиная от рождения и до самой смерти и сегодня спустя полгода я решил сюда вернуться скажу честно внутрь уже заглядывал здесь также открыто до сих пор можно зайти на самом деле вот небольшой парадокс многие даже писали комментариях о том что дом находится прямо возле дороги и несмотря на это здесь такая хорошая сохранность я думаю что за этим домом явно присматривают соседи так с виду вроде бы никаких изменений прошлый раз когда я здесь был я еще не знал о том то что на посуде на тарелках снизу находится клеймо и можно посмотреть где они были сделаны вот в этот раз я сюда пришел и смогу вам показать тарелки вот это получается рижские если не ошибаюсь фарфорная фабрика кузнецова там сейчас на месте этой фабрики построен большой торговый центр у нас городе кое-какие припасы даже до сих пор лежат портрет вот этого мужчина военного тоже многие писали в комментариях о том каких лет военная форма на нем одета но я к сожалению так и не запомнил шприц небольшой кстати опять же вот получается то что в этом доме желание не одна семья вот этого то что я нашел документы где жили мужчина женщина и что меня больше всего удивило то что там была очень большая разница у них в возрасте мужчина был на 20 лет моложе или на 23 года что-то такое вот а получается здесь помимо этой семьи жило еще несколько семей одна возможно на втором этаже и 1 во второй части дома на первом этаже фотография так подозреваю риги наверное старые фотографии вот счастливой пасхи какая же красивая природа все-таки уже хочется весну блин хочется чтобы потеплела бы зима уже как-то немножко надоело мне ежедневники прошлый раз тоже вот на них внимание особо не обратил а тут какие-то записи есть подсчеты наверное что сколько стоило какие-то записи кошкин дом вот и рухнул кошкин дом детские сказки записаны номера телефонов опять же вот что интересно мародеры то в этом доме все-таки были потому что телевизор вот разбирался видно интересно что в нем искали наверное радиодетали дорогие какие-нибудь вот и все остальное тоже перерыто но тем не менее в доме относительные порядки дом весьма и весьма интересный несмотря на то что заброшен он уже ну я думаю минимум лет десять рукомойник такой вот интересный прикольная вещь плита кстати тоже разобранная вот не помню была ли здесь металлическая пластина прошлый раз или нет даже вот кстати по количеству спальных мест здесь кровать там кровать только в этой части дома на 4 4 человека спальных мест кстати на некоторой посуде все-таки я замечаю нету этих штампиков снизу начальнички нету ну вот это рижское все мне кажется на самом деле процентов 80 посуда которую можно встретить у нас в заброшенных деревнях это все будет именно рижского производства что шаботает та самая комната спальня халат этой бабушки висит по-прежнему кстати очень такой вот красивый шкаф что ж а вот и та самая табуретка и под ней лежит этот пакет до сих пор и похоже все документы на месте что ж как ни удивительно все документы по-прежнему на месте никто их не забрал отсюда прошлый раз я вам показывал удостоверение о смерти о рождении жены мужа и различные аттестаты об образовании трудовые книжки и тому подобное все это здесь есть снова наверное в этот раз не буду на этом акцентировать внимание но покажу вам что-нибудь другое что здесь есть еще потому что документов тут очень много но и 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 а и и и и и и и и и практически всю историю жителей этого дома от рождения до смерти а сегодня я уже так разглядываю то, что в прошлый раз не увидел аттестат о среднем образовании так выглядел свидетельство о рождении интересно с какого года такая бумажка в 1938 году была выдана свидетельство о восьмилетнем образовании тройки, четверки пятерки даже есть это был получается мужчина, Петр его звали а жену звали Текла военный билет да, тоже Петра собственно, вот даже его фотография в молодости есть ударник коммунистического труда в 1971 году выдали снова такие же купоны которыми Текла рассчитывалась за дрова, наверное которыми как раз таки этот дом и отапливали что ж членская книжка принадлежавшая Текле уплата паевых взносов сберегательная книжка тоже, думаю, такая была у каждого, наверное, раньше на Петра а вот так раньше выглядело страхование дома я так понимаю то есть вот это жители застраховали этот дом наверное на случай если будет какой-нибудь пожар или что-нибудь такое не дай бог, чтобы выплатили компенсацию свидетельство о смерти я в прошлый раз показывал получается а здесь все подробности расписаны в 8.20 утра нашли труп в своем доме на кровати возможно даже на каких-то из этих кроватей которые сейчас тут в доме есть вот был одет в рубашку написано причина смерти что ли долго ну короче то, что он пил алкоголь долговременное употребление алкоголя но за день до смерти он не пил алкоголь в общем как я помню по документам у него какие-то были проблемы с сердцем из-за этого он скончался вот и кто его похоронит жена Текла написано ну а вот собственно и свидетельство о его смерти я так понимаю вот в 94 году на самом деле грустно очень даже то что вот эти все документы здесь лежат фотографии открытки и нету каких-то родственников кто это все забрал бы сохранил бы ну так подумать вот такой пакет он много места не занимает и по крайней мере в память о своих дедушках бабушках можно же было бы забрать вот так удостоверение пенсионера Латвийской республики уже а вот это удостоверение пенсионера советское посмотрим чем же они отличались в советском фотографии не было а так наверное одно и то же и напоследок сберегательная книжка из латвийского государственного банка наверное а вот остаток денег 91 56 15 только неизвестно какая-то валюта была в то время второй этаж на котором как я подозреваю жила еще одна семья хотя тут только одна комната также висит одежда чемодан по-моему был пустой и книжки американский детектив что-то о сказке в общем в основном развлекательная литература художественная литература наверное скорее на самом чердаке пожалуй ничего такого интересного нету поэтому сейчас загляну еще во вторую часть первого этажа тут наверное эта часть дома была заброшена еще раньше чем-то потому что состояние потолков стен да и в общем помещении как-то тут не очень опять же тарелки тоже рижские но это какой-то немножко другой штамп уже краснодар ух ты еще какой-то незнакомый для меня штампик я так подозреваю что это рижская но я так подозреваю что было много заводов раньше которые делали посуду но поскольку нахожусь я в Латвии поэтому наверное большинство посуды рижской пусто пусто женщина которая тут проживала в этой части дома кстати на самом деле я вот слышал кто-то окно выбил раньше тут не было выбитого стекла в общем слышал я то что раньше в таких домах как правило жило несколько семей интересно еще разглядывать всегда различные корзинки плетеные сундучки потому что они скорее всего плелись собственными руками то есть это раньше люди не в магазинах такие покупали а делали собственно ручно еще еще не заходил я не заходил на веранду здесь здесь очень тихо спокойно в принципе все по-старому сундучки пример с ящик по моему ухты различная домашняя утварь как я помню в прошлый раз я отметил то что в этом доме много посуда видно здесь любили встречать гостей возможно когда-то сюда на лето внуки приезжали своим бабушкам дедушкам вот тут у кого-то была заначка найти бы какого года бутылка а вот 2014 значит куплено в 2013 то есть 10 лет назад здесь кто-то пил спиртные напитки прошлый раз еще помню я нашел эту фотографию и сказал то что эта фотография бабушки которая здесь жила потом многие из вас написали в комментарии что это никакая не бабушка это какой-то мужичок старый известный какой-то возможно психолог или врач целитель не помню уже как его звали вылетела из головы по-другому Субтитры создавал DimaTorzok